Третий месяц Фонд социального страхования осуществляет прямые выплаты всем застрахованным лицам. Речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности, по материнству и детству, беременности и родам, о плате дополнительного отпуска пострадавшим на производстве. Насколько гладко идет работа и что изменилось для тверичан, рассказали специалисты. В 2020 году в пилотном проекте прямые выплаты участвуют 69 субъектов страны, в том числе и Верхневолжье. Теперь тверичане при выходе на больничный или в декрет получают выплаты не от работодателя, как было ранее, а напрямую от Фонда социального страхования. При этом документы гражданин должен все равно принести своему работодателю. Основная цель такой реформы – гарантировать россиянам получение страховых выплат и правильность их начисления. Работник должен также представить свои документы своему работодателю, бухгалтерию, в отдел кадров. То есть он приносит заявление по установленной форме, приносит документы, подтверждающие право на получение пособия, и затем уже подписывает заявление, на какие реквизиты он хочет получить это пособие. В течение пяти календарных дней с момента получения заявления работодатель обязан передать эти сведения в Фонд социального страхования. После получения полного пакета сведений или документов, Фонд в течение десяти календарных дней производит начисление и перечисление пособия застрахованному лицу, работнику, непосредственно либо на его расчетный счет, лицевой счет, карту МИР, либо почтовым переводом. В 2020 году размер пособия по беременности и родам составляет 100% среднего дневного заработка за каждый день декретного отпуска. Он длится при нормальном течении беременности 140 дней, при осложненной 156, при многоплодной 180. Сколько получит женщина, она может посчитать самостоятельно. По пособию по беременности и родам нет коэффициентов, стажи, которые бы влияли на его размер. Оно всегда выплачивается 100% среднего заработка. Оно назначается из заработка, которое лицо застрахованное получило за два года, предшествующего года, в котором это лицо заболело. Соответственно, этот заработок суммируется за два года, делится на 730 и умножается на проценты, соответствующие стажу работы этого застрахованного лица. По работникам, которым пособие по уходу за ребенка было назначено до 2020 года и которые продолжат получать выплаты в текущем году, электронные реестры рекомендуется прислать до 25 января 2020. Для того, чтобы фонд смог продолжить выплату пособий в установленные законном сроки. Несмотря на то, что ФСС осуществляет выплаты только третий месяц, работа уже встала на рельсы, говорят специалисты, и идет в штатном режиме. Мы проявили более 52 тысяч выплат по временной нетрудоспособности. Назначили пособия по уходу за полутора лет более 7 тысячам мамочкам, имеющих право на получение этого пособия. И где-то порядка уже 600 с лишним миллионов, в принципе, перечислено денег на данные пособия, на выплаты данных пособий. Также с 2020 года фонд начал выдавать справки 2 НДФЛ, справки для субсидий и другие по пособиям, выплаченным в 2020 году.